Здравствуйте! Сегодня я хочу показать, как сделать листочки из полимерной глины. Листочки у меня будут белого цвета. Для этого мне понадобится белая глина и лезвие в первую очередь. Почему именно белые листочки мне пригодятся? У меня сделаны вот такие уже заготовки цветочков розочек, как вы видите, с белыми листиками, с маленькими. И для сбора украшения мне еще необходимы листики. И под цвет данных нежных розочек мне необходимы как раз-таки белые листики. Поэтому я выбираю белую полимерную глину для листочков. Украшение будет такое очень нежное. Ну и начнем. Кусочек белой полимерной глины я разминаю. Ну, весь пока буду брать. Разминаю. И раскатываю из него колбаску. Не забывайте, при работе с белой полимерной глиной ваша поверхность должна быть абсолютно чистая. Если мало ли что-то у вас попадает, то остановитесь, протерите поверхность и продолжайте работу. Потому что на белых изделиях никаких ворсинок, никаких грязи быть не должно. Вот мы раскатали колбаску. И теперь данную колбаску я нарезаю на кусочки. Кусочки вот примерно вот такой величины. То есть где-то колбаска получилась миллиметров 5 в диаметре. И кусочки я нарезаю миллиметров по 6, по 7. Ну, в принципе, это уже на ваш вкус. Смотря какие листочки вы будете делать. Мне необходимы маленькие. Поэтому я делаю как раз вот такие кусочки. Из этих кусочков мы катаем шарики. И полученный шарик. С одной стороны я утончаю, делаю такое вот маленькое копье, можно сказать. Копье или же такую штучку, которая похожа чем-то немножко на морковку. Вот. Точно так же я раскатываю все оставшиеся кусочки. Скатываю в шарик. И с одной стороны подкатываю. Превращая их в такие маленькие копья. Данный мастер-класс рассчитан на любую категорию мастеров. То есть от начинающих до профессионалов можно использовать данный мастер-класс. Листики, которые получаются по нему, выходят очень красивые, аккуратные. На них не остается отпечатков пальцев, если делать точно так же, как я показываю, в той же последовательности. И получается они очень красивые, ровные. И главное, что рисунок, текстура у них будет двух сторон. Что, я считаю, очень даже здорово. Потому что, когда мы носим изделия при носке, украшение у вас может переворачиваться. И это очень здорово, когда текстура нанесена с обоих сторон. И нет никаких пустых на листике мест. Еще немножко осталось. Вот у меня что выходит. Я люблю делать большое количество листиков, для того, чтобы, как в принципе и цветочки в своих украшениях, они смотрятся так намного интереснее. И вот последнее мое такое копье. Вот такие штучки у меня получились. Дальше мне понадобятся пины. Вот здесь вот у меня уже пины. Они такого именно размера, который мне надо. То есть я беру пин и подрезаю его таким образом, чтобы в конце остался кусочек где-то миллиметров 8 длиной. Для моих листиков такой размер будет достаточен. Я беру пин. Можно вставлять пин руками, можно вставлять с помощью плоскогубцев. То есть я беру его за ушко и втыкаю в нашу морковку с большей стороны. То есть вот что у меня выходит. И откладываю данную заготовку. Точно так же я поступаю со всеми другими заготовками. Вставляю большую часть в такую попку пины. Это делается довольно просто. На данном этапе отпечатки пальцев на ваших изделиях не принципиальны. Главное, что необходимо следить, если вы тоже вдруг решите сделать именно белые, допустим, листики, то чтобы материал был чистым. Никаких ворсинок, ничего на него не попадало. В принципе, по такому же принципу, вы можете сделать абсолютно любые листики, любых расцветок. Или же покрасить их пастелью. Или краской. Но краской не забывайте. Красить нужно уже после запекания изделия. Иначе при запекании краска может у вас сгореть. И естественно вы испортите все изделие. Поэтому красками не забываем. Покрываем только после уже запекания. Запеченные изделия. Лаком тоже. Если у вас есть такое желание, такое желание покрыть, допустим, изделие лаком. Хотя я не очень люблю покрывать листы. Листики, вернее. И цветочки лаком. Мне кажется, что в естественном виде они смотрятся намного интереснее. Берем за ушко пин и вставляем аккуратненько. Еще раз говорю, если немножко ваши морковки, так скажем, на данном этапе немножко сомнутся или остаются отпечатки пальцев, ничего страшного. На данном этапе это возможно. И ничего в этом страшного нет. Так, еще у меня осталось две штуки. Вот встыкаю раз, два. Еще один пин остался отрезанный. Сейчас тогда сделаю еще одну, чтобы уж все были пины. Отрезаю еще один кусочек белой пластики. Так, скатываю ее в шарик. Так, белой пластика не больше не нужна. И делаю маленькое копье. И морковку. Такая у нее форма. Ну, мастера иногда называют, что это форма капельки. Ну, кому как удобно. Я не считаю себя прям таким мастером. Скорее любителем. Поэтому вот такие штучки у нас получилось. Все. На данном этапе плоскогубцы и лезвия нам больше не понадобятся. Я их убираю. Глина нам тоже уже не понадобится. Я их тоже убираю. Теперь мы будем работать с этими копьями. Для этого нам понадобятся вот такие вот ручки от одноразовых станков Venus. На этих ручках, посмотрите, есть такие рифления. Тоже камера, не знаю, видно, не видно, позволяет, не позволяет. Но здесь есть такие вот рифления. Можно, конечно, использовать сам станок. Я вот эти части отрезала, чтобы, ну, нечаянно не поцарапаться или что-то еще. Станки тоже обязательно должны быть чистыми, без ворсинок, без наливших на них остатков пластики, если вы их уже использовали. Поэтому обязательно позаботьтесь о том, чтобы ваш инструмент был чистым. Дальше нам понадобится стаканчик, в котором у меня налито обычная вода и кисточка. И еще одна вещь, которая нам тоже будет необходима, это маленькая иголочка или вот гвоздик, как у меня. Обычный гвоздик. Для того, чтобы сделать правильную структуру, каждую капельку с ушком теперь уже мы будем ложить вот в таком вот виде, то есть ушком по направлению к лезвиям и вот этой попкой с пином по направлению к ручке. Тогда у вас получится правильная текстура на листике и листик получится очень красивым и аккуратным. Я беру воду, смачиваю ручки водичкой. Здесь не принципиально много, мало воды. Главное, чтобы не прилипало. Вот таким образом укладываю нашу капельку с ушком и таким же образом прижимаю сверху станок второй. То есть вот что у меня получается, такой как бутербродик. Отпускаю и у меня получается вот такой вот очень красивый милый листик. Иголочками я его тихонечко поддеваю и вот посмотрите, что у меня получается. Вот такой вот листик. И я его перекладываю вот сюда вот на бумагу, сразу на которую я буду запекать. Точно так же я делаю все оставшиеся листики. То есть укладываю и зажимаю. Еще раз укладываю, зажимаю, поднимаю верхнюю часть и полученный листик иголочкой аккуратненько слипаю. То есть посмотрите, вы не прикасаетесь к изделию руками. То есть никаких отпечатков пальцев не остается. Как только у вас количество воды на ручках стало меньше, и вы чувствуете, что глина начинает прилипать, нужно еще раз смочить ручки. И продолжаем делать наши листочки. Таким образом листочки делаются очень быстро. И за счет того, что мы зажимаем с двух сторон, наши листики текстура появляется на обеих сторонах, что очень даже здорово. Я видела, что многие мастера делают тоже на таких же станках Venus листики, но почему-то делают текстуру только с одной стороны. Я считаю, что это не очень красиво. С двух сторон все-таки смотрится как-то красивее, интереснее. И поэтому считаю, что вот именно такой способ, во-первых, позволяет вам сделать абсолютно аккуратные, красивые, маленькие листики. Как вы видите, после зажима, пин, который мы вставляли, он остается внутри. Он нигде у вас не вылазит. И, соответственно, получается очень-очень все ровно и аккуратно. Ну, где-то, наверное, после каждых четырех-пяти листиков приходится ручки немножко смачивать, иначе он будет прилипать. Смачиваю я еще раз повторяю обычной водой. Да, в принципе, можно использовать не воду, можно использовать какой-нибудь крем для рук и смазывать станки каждый раз каким-нибудь кремом для рук. Но здесь не принципиально. Я даже считаю, что водичка намного лучше, потому что она не успевает так быстро, как крем реагирует с глиной, и, соответственно, не размягчает ее так быстро. И вот эти вот красивые, аккуратные листики мы поддеваем иголочкой и снимаем. Зажимаем и снимаем. То есть, как вы видите, манипуляции все здесь очень и очень простые. И, соответственно, сделать такие листики может даже ребенок. А если пофантазировать и сделать не просто, допустим, одного цвета листики, там, белые, скажем, или если кто захочет сделать какие-то необычных цветов, там, допустим, красный, синий, можно сделать осеннее какое-то украшение, то есть смешав, допустим, желтое, оранжевое, красное, и сделать много-много таких листиков, и потом их собрать. Можно сделать, допустим, радужный какой-то комплект, то есть делать, допустим, листики всех цветов радунки, и потом это собрать. Тоже будет смотреться просто обалденно. И, опять же, говорю, это может сделать любой, даже ребенок, тем более, если вы, допустим, занимаетесь с ребенком, то если на станках обрезать ручки, то ему можно будет спокойно и безопасно заниматься изготовлением таких листиков. И последний мой листик, я его зажимаю, и вот он у меня получается. Я его переношу на бумажку. Все, водичка мне больше не понадобится, сканки тоже, гвоздик тоже. И вот таким образом у меня получаются вот такие вот, смотрите, беленькие листики. Еще раз говорю, листики можно сделать любого абсолютно цвета. Запекать я их буду на этой же бумажке. После запекания, запекать я, кстати, буду минут 20, как и все свои изделия. В основном пользуюсь я в данном случае глиной марки Санет. И 20 минут на такие маленькие, тоненькие листики вполне достаточно. После запекания и остывания изделия штифты, которые мы вставляем, для надежности я еще раз вытащу и вклею на суперклей. Для того, чтобы штифты уже точно не выпали. И посмотрите, к этим вот замечательным розочкам розовым данные белые листики очень подойдут. Спасибо всем за просмотр. Я думаю, что вам, возможно, было интересно, если вы все-таки досмотрели до конца. Поэтому пробуйте, и у вас, я уверена, все получится. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok